I have ways of blowing things up. Они очень интересны, но благодаря вашим отзывам я также вижу, что не угасает интерес и к Fear and Hunger, и к This War of Mine, поэтому давайте так, под конец года сделаем небольшое возвращение к тем проектам, которые у нас настолько популярны, которые у нас люди смотрят, так скажем. К тому же в преддверии выхода, все-таки я надеюсь, что термину, который второй Fear and Hunger, его все-таки выпустят, я не знаю когда, обещают, что вот-вот-вот-вот ходят слухи, да и сами разработчики в стиме пишут, что 22-й год это дата релиза, но кто его знает. Так что давайте начнем с этого, с Fear and Hunger, новая игра, игрушка мне уже успела немного с самого начала, я пошел искать русификатор в стиме, пока как его скачать, пока как его закинуть, теперь она не хочет записываться, я вспомнил, что я записывал о рамке, приходится записывать о рамке. Короче, да, вот-вот выйдет вторая, они еще первую не допилили по нормальному, потому что она играется в полуоткрытом окне, кое-как, кое-где, ладно. Итак, блин, я забыл, как этого парня зовут, я помню, что он чертовски невезучий, каждый раз, когда мы играли, он у нас подыхал всякими разными страшными смертями, наемник-вор-убийца, блин, как тебя зовут, чувак, я забыл. Прошло уже, кстати, сколько? Больше года точно, где-то около полутора лет, фига себе, как время летит, не, не полтора года, годы два и три месяца прошло с момента последнего прохождения, у нас было два прохождения, у нас было за дикаря, и у нас было, второй было прохождение, по-моему, за рыцаря, если я правильно помню, за девушку. Да, за дикаря это, где мы никуда, в принципе, не прошли, а второе прохождение за рыцаря, это там, где мы ходили с головой мага и с блондином, у нас было, ну, не то, чтобы задание себе поставило, такую цель себе поставило, чтобы успеть вызволить блондина, там, по-моему, полчаса надо, если я правильно помню. И да, мне тут вполне резонно заметили, что есть же Энке, 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 я его тогда как-то выкинул полностью из головы, потому что у меня отложилось, что маг, за мага тяжело, сначала узнай игру, пройди этими классами, а теперь, когда мне написали в комментах, знаете, я бы даже не вернулся бы сейчас играть, если бы ни одно слово, некромантия. И я такой, чё, блин? На волне того, как обалденно выглядела некромантия в экзаниме, если вы помните, если не помните, обязательно посмотрите, это просто что-то офигенное, а ещё лучше сами купите и поиграйте, и вы получите такое удовольствие. Да, в этой играть тяжело, но всё же. Так вот, жрец тьмы, будучи не обременённой моралью и этикой, жрец тьмы стал известнейшим мастером магии крови, однако страсть к ней следовала, сделала его тело слабым и хрупким. Давайте рискнём. Плюсы в том, что я уже что-то знаю, жрец тьмы, знаете чё? Я даже изощряться не буду, меня вполне устраивает. Мышки тут у нас, кстати, мышка есть, но она не работает, тут у нас всё кнопками. Блин! Вспоминать управление сейчас. Ладно, пусть будет звёзд. Осторожно, игра содержит. Да, я знаю, что она содержит. Сейчас тут начнётся мясо. Посмотрим. Ребят, я вообще ничего не обещаю, потому что я помню, насколько эта игра жестока вообще ко всему и ко всем. Кстати, а как там? Я, возможно, немножко сделаю потише сейчас, потому что мне кажется, что эта игра меня перекрикивает! Заодно... О, мы сейчас узнаем, получается, историю жреца. Оууу... Да, наверное, да! Фишка в том, что, наверное, если, проведя в этой игре определенное количество времени, прям залипать-залипать в неё, то можно пройти и на вот этом... Нет места милосердия, явление тьмы правдоподобно. Голод преследует постоянно. были сильные противники, дополнительные враги и сценарии для дальнейшего продвижения. Кстати, и сценарии для... Тут альтернативные какие-то концовки, видимо. Сложный режим, одиночный, сохранения отсутствуют. Вербовка научного отряда невозможна. А также все особенности режима ужас и истощение. Ага. И есть еще что-то особое. Сочетать все физически, ментально и социально испытания может быть слишком сложным для начинающих. Может быть быть слишком сложным. Ребят, честно, я, конечно, понимаю, что я тоже тот еще Рачино, но для меня вот эти два уже сложные, хотя я прошел игру дважды. Ладно, я не буду говорить, что я прошел. Нет, в первый раз, получается, мы типа сбежали из крепости. Хотя это был спорный вопрос, сбежали, не сбежали. Когда мы за Варвара играли. Рангвал его, по-моему, зовут. Вот. И когда мы играли за Рыцаршу, мы дошли до до Бога, до этого, до Джоджо. Да, 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 да. Я помню, что он был похож на Джоджо. А вот. Но он нам надавал звездилей по той простой причине, что я был с магом. Я был с чертовым магом. Я на него возлагал столько надежд, а он его просто ваншотнул. При том, что маг по игре голова мага, он же абсолютно бессмертный персонаж. Я этим пользовался, но Грагород, по-моему, это был Грагород, да? Вот. Он его просто уничтожил вот так вот, как свечку. Хорошо. Идем на страхи и голоди. На, собственно, Фьер и, собственно, Хангер. Мы и так уже немножко зазевались. Пропустить вступление? Нет. Конечно, нет. Я хочу узнать историю нашего дрожайшего мага. Ты был рожден с просветленной душой. Тебя неустанно тянет к поиску новых заданий, знаний и секретов, скрытых от глаз простого люда. Ну, понятно, как я сюда попал. Мне как-то пробел? Да, пробел. Эта особенность начала проявляться еще с ранних лет. Уже при рождении тебя и твою сестру-близнеца выбрали для осветления и жрецами тьмы. А, становление и, пардонте, осветление тьмой. Ну, да, да. Зачем ты еще свет в бездне, да, Солар? Так. Следуя предписаниям оккультного ритуала, вас бросили в яму и заставили сражаться друг с другом на ритуальных кинжалах до последнего вздоха. К несчастью для тебя твое тело было физически слабым, и твоя сестра с легкостью поборола тебя. Она приставила кинжал к твоему горлу, готовясь оборвать твою жизнь. Однако, она проявила милосердие и убрала кинжал. Развернувшись, она направилась навстречу высшим жрецам, что с восхищением смотрели на исход вашего противостояния. Пф! Ха! Конечно! Мы же играем за темного жреца. Тонзил кинжал в спину своей сестры, а она замерто упала на землю. Высшие жрецы, кажется, еще больше были удовлетворены таким исходом. Они начали приготовить для твоего посвящения. Кстати, я вспомнил такую штуку. Если с собой ничего не брать, то ты будешь скорее. Меня в прошлый раз это очень сильно спасло. Посмотрим, если тут будет такая опция. Так, секунду, ребят. Блин, я случайно скипнул. Сорян. Дабы пройти священное испытание, там что-то где-то... Так ты познал основы некромантии. Блин, звездец. Хотел познакомиться и случайно скип... Я просто... Тут любая кнопка оказывается скипа. У меня пауза записи. Это вообще практически на другой клавиатуре. Но когда текст полностью появляется на экране, то даже нажав любую кнопку, текст скипается. Тоска, печаль. Хорошо. Короче, я познакомился с некромантией. Видимо, может, подняв свою сестру. Чёртово. После посвящения в жрецы тьмы ты покидаешь стены храма и отправляешься в тёмное паломничество на поиски новых оккультных знаний. На самом начале обучения тебе пришлось избрать божество, которое посвятило своё служение. Кстати, а если... А если я выберу Грагорота, как это скажется... Не, я, конечно, понимаю, что я сейчас такого высокого о себе мнения, что я дойду до Грагорота. Чёртово, может, я дойду. Но если я выберу Грагорота, как это потом скажется на моей бойне с ним? Можно, конечно, Сильвиан. Так, сейчас, секундочку, надо вспомнить. Сильвиан, Альмер, Бог Глубин, Грагород. Я лор подзабыл значительно. Так я помню, что Грагород это вроде как Верховный, Сильвиан, это которая Богиня Любви и Плодородия, что ли? Альмер... Альмер... Альмер, это, по-моему, тот парень, который гнался за знаниями и стал богом таким... Короче, ладно. Ребят, извините, пожалуйста, серьёзно, очень давно играл, всё это время я не прикасался к игре, я хорошенько так подзабыл, поэтому, если что-то буду тупить, пожалуйста, пишите в комментах, я не нарочно, я не пытаюсь вас позлить. Но тут надо же выбрать, кому я буду это... Может быть, Сильвиан, кстати? Чёрт. Я не знаю бонусов, какие мне это даст. Альмер... Альмер, это не тот чел, случайно, в библиотеке, мозг, с которым придётся биться. Это не он? Или это был... Чёрт. Сильвиан, Альмер... Давайте, Сильвиан, не знаю, каким мне достанутся. Ты путешествовал... Кстати, ребят, да, те, кто думает, что я сейчас кому-то что-то спойлерю про библиотеку, всяк такой, вы всё равно без понятия, где это находится. А если вы смотрели прошлое прохождение, то всё равно понимаете, о чём я. Так что это нифига не спойлеры. Я стараюсь обходить всякие детали. Кого я обманываю? Те, кто пришёл это смотреть, вы точно в это играли и точно видели два прохождения предыдущих, так что на такое не обижайтесь, пожалуйста. Ты путешествовал по западному континенту, собирая знания о различных божествах, магии, крови и различных науках. Обучение принесло свои плоды и спустя какое-то время тебя признали одним из лучших умов современности. Фига себе! Наконец, ты удоставишься доступ к главной библиотеке Рондона. Рондон-дон-дон. Дон-дон-дон. Это я помню. В твоих руках все знания, что накопило человечество за всю свою недолгую историю. Погодите! А если у меня все знания, которые накопило человечество, это значит, что я буду знать все рецепты, все заклин... Ага, сейчас. Игра мне это позволит. Из слухов ты узнал о человеке, которому суждено положить начало новой эре человечества. Ему готово возвыситься, но к чему тебе делиться местным подсолнцем с каким-то смертным? Пророчество могут подчинить своей воле лишь тех, кто достаточно слаб, чтобы в них поверить. Тебе следует найти этого человека и узнать больше. Судя по слухам, он заключен в подземельях страха и голода. Мы опять за блондинчиком типа идем. Ты решаешь обзавестись припасами... Во-во-во-во-во-во! Вот эта штука! Магические артефакты, дурманищие вещества, медикаменты. Устремиться за ним! Не берем ничего. Сохрани перед началом игры. Да, пожалуйста. О-хо-хо-хо! Мое старое пати! Привет, чуваки! Не можно я вас сотру немножечко? Давай вот сюда. Так, тут я помню, перед тобой подземелье страха и голода. Тут надо быстро, это я помню. Так, а какой кнопкой? А, вот этой. Ящики что-нибудь полезное. Ой, синий флакон сходу, это хорошо. Да-да-да-да-да! Два томата, я слышу! Сырое мясо. Шишку! К черту! Валим! Потом лучше обыщу. Не смешно вообще ни разу. Так, что у нас по... к... ш... погоди. Икс. Блин, я забыл управление нафиг. Икс это... Икс-зэд. Я понял, хорошо. Так. Факел я один уже использовал. Хорошо, мне еще два, два синих флакона оружия. У меня его нету! Брони, естественно, тоже нету, книг никаких нету. из предметов. Помидор, шишка, счастливых монет, две. Спасибо, сырое мясо. Возможешь поджаривать на один флакончик. У меня нет пушки, это просто отвратительно. А что я умею? Так. Собранные рецепты. Ни одного... Некромантия. Поговорить, убежать. Антимагия. Неплохо, неплохо. То есть, некромантия у меня... Попадать вернуть жизнь туда, где она угасла. Некромантия у меня прям сходу есть. Книга учета посетителей. Кто-то написал Внутри тьма вокруг стремится подкрасться. Да-да-да. Кошмары меняют тебя... Меняют меня. Я вращаюсь... Я вращаюсь с того, кем не хотел быть на данный человек, которым когда-то был. Все эти моральные, этические ценности потеряли всякие смыслы. Я потворил немыслимые поступки. Это стандартная книжечка, кстати. Для такого жалкого существа, как я больше нет места под солнцем. Теперь я часть этих подземелий, часть этого нескончаем. Кошмар просто еще один винтик в этой машине голода и страха. В некотором роде но я пишу эти строки как предупреждение для всякого, кто смелится спуститься в эту тьму. Уходите, пока еще возможно. Ты находишь маленький буклет под книгу учетов. Ты забираешь книгу страхов с собой. Так. Не-не-не-не-не-не-не-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Погоди, я Z нажал, чтобы... Да. А теперь... А, вот, короткий... У меня есть короткий меч. Это... Я... Все. Я немножечко стал вспоминать, как это работает. У меня есть короткий меч, у меня есть... Это так, хорошо. Не-то. Книги. Книга страхов. Итак, книга страхов и фобий. Некрофобия, страх смерти, мертвецов и трупов, фазмофобия... Да, привет, это игра, в которую я никогда не вернусь. Страх призраков, призраков образов, рапдофобия, страх магии посторонних сил, эртофобия, страх сношения гениталии, зоофобия животных и диких зверей, страх перед монстрами и уродством, страх всего. Как это оптимистично. Ах, ты ж. Различные, наверное, четыре штуки, а гнив должны оказаться полезны, вот эти... Да, согласен, это будет очень полезно. Кухонный стол, его украшают, находишь мешок муки, в ней ползает множество личинок. Чуваки, это не личинки, это белок. Снадивенный вонь, тарелка выселена, интересно, кто-то есть, взять немного, да, гнилое мясо нам понадобится, как минимум, чуть дальше, ну, я, по крайней мере, собираюсь, не собираюсь проходить это один, я еще не уверен, кто со мной будет, что-то полезное, капуста, отлично, можно будет пожрать, сушеные грибы, тоже суперски, можно будет что-то приготовить, гнилое мясо взять немножко, таракан заползает на руку. Старая печка, это не сходит сильный запах, жженый плоть, ты можешь зажечь ее с помощью огнива, да, пожалуйста. Пожарить сырое мясо, да, пожалуйста. А я могу? Больше пока не могу, но, по крайней мере, у меня тут есть свет. Рассорнанные части тела, местами будто бы обглотано, да, так и есть. Флакон воды, щит паука, здравствуйте, я хочу оптимизировать, вот он сразу оделся, суперски. Надо вспоминать управление, я забыл, что тут все вот так вот. деревянный баклер, ну щит паука, он вроде как по виду посерьезнее будет, не? так, я помню, тут где-то одно или два рыла шастает сейчас. Штоп тебя! Ладно, вроде как на начальных уровнях с факелами можно... Не? Ясно, не хватает сил, а она заперта. Давайте, значит, ключик искать, что ли? Ох, я как не хочу тут в темноте-то ходить, ох, как это все отвратительно. А если сейчас выйти на улицу... Нет, с собаками точно... С собаками я точно драться не хочу, спасибо. А, вот давайте я в эту сторону еще схожу. Тут ящички, кусток ткани и палку, это факел. С сырое мясо мы сейчас пожарим. Два яйца. Давайте мясо тоже сходим, сразу пожарим. Да, я пытаюсь как можно дольше оттягивать, чтобы не идти наверх, да. Короче, еще кое-что скажу. Вообще не факт, что с первого раза мне получится за него прохождение человеческое, так что... Ммм... Пытаемся, как говорится, траем, сколько можно. Сохраняшки-то у нас толком нету сейчас никакой нормальной, да? Так, главное на гвоздик не наступить. Кусок ткани и палку. Главное на гвоздик не наступить. Это, по-моему, генерация... Ой, синие травы, блин, это офигенная штука. Что-то полезное. Еще синие травы. Вообще зашибись. Зачем? Зачем я это открыл? Библиотека. Это хорошо. Обыскать. А-а-а! Я забыл про это. Там с шифтом, по-моему, да? Он две монеты кидает. Нет, не буду. Я буду монетки... Не хочешь ничего интересного. Спасибо. Это было важно. Спасибо, игра. Я глубоко тронут. Смерть это ответ, да? Да, это мы в курсе. Спасибо. Бутафорскую книгу. Ее там вместо чего-то где-то... Блин, это я уже не... Слегка голоден. Ну, слегка... Ты можешь голод... О-па-па-па. Вот это я помню. Дырка в полу. Вот это можно взорвать флаконом, да? Интересно, как это место еще не обрушилось? У него какая-то мотака... хорошо, давайте подеремся хотя бы разочек. Ладно, давай. Третий раз. Спасибо тебе, игра огромная! Хоть один раз промахнулся, и на том спасибо. Какой нафиг промах? Блин, оно меня сейчас убьет. Ладно, не убьет. Да! Я забыл про эту фигню, что даже когда ты убиваешь противника, он остается без рук, без головы, без ничего, он все равно наносит последний удар. Оно такое чпоньк, и... Хорошо, поехали еще раз. Три раза я проиграл в Орел и Решку. Это... Это просто красиво, да? Продолжить. Поехали, дружище. Я же говорил, что с первого раза нифига не нормально будет. Пять агрив, хорошо! Сушеные грибы, капкан. Красный флакон? Все, все, я пошел. Не агритесь на меня. Книжечку я получу или нет? Книгу страхов. Блин, опять я про листы случайно нажал. Капканом, кстати, надо как-то пользоваться, но... Я как-то не особо вроде... Еще три огнива. И не особо хорош в этом. Наверное, надо бы быть хорошим. Погодите, а скорость у меня не больше случайно из-за того, что я ринулся? Мешок муки, да-да-да. Потрескивать на мясо у меня, кстати, нету в этот раз. Я молодец. Ну, из гнилой мяса, но оно не жарится. Капуста, черника, черника, Карл. Капкан еще один. Кожаный шлем. О, вот это надо будет одеть. Палку-ка-палку. Так. Оптимизировать антивысшего жреца. Кстати, что он дает нам будет? Ладно. В принципе-то этого придурка я забил. Просто он у меня тоже... как бы мне самому потом не попасть в него. Я подожду его тут. Я же могу сам попасть в свой капкан, да? Могу. Я уверен, что могу. Где ты говно? У меня есть гениальный план. Так. А я их не могу подбирать? Блин, сколько мне его теперь ждать тут? А вдруг оно не придет? Да не придет. Или нет? Есть. Иди сюда. Иди сюда, скотина. Короче, капканы работают, да. Нужно... Но нужно не на выманивание ставить, а нужно ставить на... Ты за мной ползешь? Давай. Ну, теперь оба сработали. Ну, конечно, она мне все... Кровотечение повесил. Кровотечение! Твою за ногу! Так, кусток ткани. Тело. 62. Ну, офигенно просто. Второй капкан ему ничего не сделал. Ноки. Так. Обыскать. Кусок ткани. Хотя бы размен одно на другое пошел. Спасибо. Я два капкана потратил, но, по крайней мере, немножко научился ими пользоваться, потому что я теперь понимаю, как это работает. Плюс-минус. А тут где-то второй упырина есть, да? Кстати, второй меня может вполне ушатать. У меня хп вообще не осталось. Он мне одним ударом пила. Прикольно. Рутни-ноги пили. Стеклянный флакон. Спасибо. Фух. Капуста. Гнилое мясо. Да-да-да. Про таракана мы знаем. Таракан уже практически нашим другом стал. Яйцо. Еще пригодным в пищу. Туда я потом чуть-чуть пойду. Погодите. Я все-таки лутанусь тут немножко. Здрасте. П-п-п-по-п-п-по. Погодите. Проявить любовь. Ага. Не приносит эффекта. Спасибо. Я понял. Сдобрить богов. да понятно хорошо пойдем да кстати хочу я забыл про мелко хочу ли мелкую освобождать сотворение извините так 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 во первых книг страхов прочитываем пролистываем потому что это мы все знаем книга страхов книга жизни петом 1 на зраму 13 число 5 5 5 5 лун 11 0 9 длительная изучение черного гормона роста наконец дала свои плоды помните черную эту фигню да которая клона нам делала а черная жидкость оправдала свой потенциал в прошлом исследовании на недавно сделано сделано мной открытие выходит за рамки любых моих ожиданий смешно смешанная человеческая кровь она создает любую разумную форму жизни результатом стал крохотно-человкообразный зародыш он легко дышит и кажется находится в постоянной агонии на зраму с первое число полумесяца 11 09 существует очень существо очень голода но как бы много пропитания она не получала не соблюдая не наблюдая никакой видимости роста я экспериментирую используя разные источники пищи но ничего не работает будто это несчастное создание обречено вечно находиться в состоянии постоянной агонии на зраму с 30 числа полумесяца аппетиты этого создания мягко говоря поражают однако еда не оказывает никакого эффекта на его рост на зраму с 3 числа 6 лун я убил дитя ему нет места в этом мире я задаюсь вопросом суждено ли быть нам людям когда-либо суждено липу ли было нам людям когда-либо создать искусственную жизнь я должен снова вернуться к учениям древних богов дабы суметь достичь подобного чуда я понял вяленое мясо тряпки вот а да 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 до свидания мне нет еще одного капкана до свидания папа 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 он мне руку отрубил кусок ты фикалоида плена это мне даже лечиться нечем дайте попробую что-нибудь кастануть а мне не получится что-то кастануть до газа капитана 4 огниво ну давай драться убьешь так убьешь умение некромантия антимагии убежать поговорить да 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 поговорить но я буду сразу промах да начал меня убьет все а мне все равно добьешь отлично я первая серия получилась просто офигенно хорошо хорошо ребят все равно все равно все равно все равно начало положено давайте так я эту серию сейчас выложу а вы мне напишите пожалуйста в комментах хотите ли вы видеть все вот эти вот мучения или же давайте я тогда следующую серию уже начну с хорошего старта то есть я за кадром немножечко помучаюсь если у меня удастся выжить вот эту первую логину и и уже просто все видели миллион раз и в первой локации нет ничего интересного если у меня получится выжить в этой первой локации с хорошим лутом со всеми руками ногами и убить вот этих двух монстров тогда уже начнем следующую серию с этого так что пишите что вы думаете хотите ли вы именно смотреть еще одну серию вот такого вот или все же начнем следующую серию с чего-то более толкового у вас примерно пару дней на то что вы подумайте ответить потому что мне тоже нужно будет подготовить серию заранее пишите что вы думаете также насчет мага пишите какие-то полезные советы но пожалуйста наверное без спойлеров что ли потому что тут еще открыл осталось куча всего в игре чего я не знаю я бы наверное хотел бы это все сам пощупать все ребят на этом будем заканчивать спасибо что были с нами всем удачи добра бобра всем молодушек всем пакета а Субтитры сделал DimaTorzok